Зарегистрироваться в личном кабинете на сайте госуслуг, восстановить забытый пароль, разобраться в системе ГИДС ЖКХ. Сотрудники многофункционального центра сами выезжают в ресурсные центры во все внутригородские районы Самары, которые организованы в рамках проекта «Региональный центр поддержки председателей советов МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК, Мой дом». На этот раз они работали в Ленинском районе Самары на улице Чернореченская, 49А. Люди очень хотят участвовать в данном мероприятии. У нас проходят такие мероприятия по обучающему семинару. То есть мы приглашаем их, обучаем их еще дополнительно, рассказываем, как это можно работать в данном направлении. И многие старшие по домам, активные жители, они благодарят. Вера Пичугина пришла на встречу со специалистом МФЦ, чтобы узнать, как зарегистрироваться на госуслугах. На платформе обратной связи можно оставить сообщение о проблеме и получить ответ. Учетная запись позволяет пользоваться системой ГИДС ЖКХ. Также можно войти в личные кабинеты на сайтах ведомств, налоговой службы, пенсионного фонда и других. У меня были вопросы, во-первых, там при регистрации, перерегистрации, вот площадь немножечко изменена была в этой квартире. Мне сказали, как обратиться, что для этого нужно сделать. Очень-очень грамотно ответили. Проект «Мой дом» запущен в 2021 году по инициативе главы региона Дмитрия Азарова. Он направлен на правовую помощь, содействие активным собственникам жилья, обучение грамотному управлению и содержанию дома. Помогает выстраивать отношения с управляющими компаниями и разными ведомствами. Все это делается для удобства жителей, потому что, как мы знаем, в Самаре почти 10 тысяч квартирных домов. И в каждом из них возникают какие-то вопросы по содержанию. Куда обращаться с жителем, как правильно вести диалог. Не секрет, что управляющие компании бывают и недобросовестные, не всегда они выполняют свои обязательства правильно перед жителями. Поэтому, как быть жителю в такой ситуации, куда обращаться, как добиваться выполнения обязательств управляющей организации, как добиваться соблюдения своих прав, вот о всем об этом говорит проект «Мой дом». Ресурсный центр в Ленинском районе организует встречи граждан с сотрудниками МФЦ по графику с 3 до 5 часов дня. Следующая встреча со специалистами пройдет в Ленинском районе в среду, 21 декабря. Проблемы жителей в центрах решают в кратчайшие сроки в результате эффективного взаимодействия администрации Самары и ее структурных подразделений для решения задач в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Светлана Тимофеева, Максим Гусев. События.